Новоиспечённые нацисты развязали здесь новую войну. Это нацизм в чистом виде с его стороны. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Неужели мир забыл ошибки 20-го столетия? Восстать против этой коричневой чумы. Уничтожен базовый лагерь нацистов. Политикой России путинского режима и политикой гитлеровского Третьего рейха. Мы всегда указываем на неонацистский след сегодняшней власти Киева. Россияне поступают как нацисты в 41-м. Российские военные вновь борются с нацизмом. Приспешники Гитлера. Самые настоящие фашисты. Очередные попытки украинцев. Путинский фашизм. Нацизм. Нацист. Нацизм. Не, не, нацисты. Это я думаю и это я знаю. В этой войне у официальной Москвы. Москвы и Украины своя правда. Общее кажется разве что то, что для каждой из сторон другая в ней это фашисты, нацисты. И если Киев лишь реагирует, вопросы к нему мы будем вправе задавать уже после войны, то Кремль весь этот освободительный поход проводит под лозунгом денацификации. За полгода эти понятия, стершиеся до уровня ругательств, лишились всякого смысла настолько, что даже тем, кто их использует, не вполне ясно, что такое фашизм и нацизм. Мы взялись сравнить происходящее сейчас с тем, что когда-то творилось на родине этих понятий. О многом от Освенцима и до Сталинграда по сей день известно каждому школьнику. Но как возникали эти режимы? Что они собой представляли? И уместно ли сравнивать сегодняшнюю трагедию и миллионы погибших тогда? Владимир, Владимир, мы с вами! Как бы вы объяснили одним абзацом максимально емко и просто, что такое фашизм? Фашизм – это Гитлер. И должен сказать, мы хотим мира. Фашизм – это Муссолиния. Фашисты желают мира. Они всегда будут готовы трудиться ради мира. Фашина – это пучок. Все общество собрано вместе, одной железной рукой. Дуче – это культ лидера, это культ силы. Но мы не приемлем этого бесконечного гнета и не потерпим больше этих лишений. Фашист – тот, кому не понять, что для построения нормального общества с людьми надо вести диалог, быть готовым на компромиссы. Вначале исчезает место для свободной журналистики – ты или в тюрьме, или вынужденной эмиграции. Затем под запрет попадает уже все, что не совпадает с линией партии. Когда совершенно ликвидирована всякая система народа о власти, не работают ни выборы толком, нет никакой фактически многопартийной системы. То, что это кулисы, это, как мы видели и в Рейхе долгое время, сохранялись какие-то кулисы. Да, говорят, фюрер – это одно, но партия – это нечто другое. Нет, господа, фюрер – это партия, а партия – это фюрер. В этой идеологии главные постулаты – это национализм. Это обращение к национальному мифу. Вот были, дескать, времена, когда наша нация была великой. А сейчас она не такая великая, но мы очень хотим вернуться к тому, что принадлежит нам по праву. Добавьте сюда завоевание земель. У нацистов это называлось жизненным пространством. И мы пойдем в Украину, чтобы заставить их быть русскими. А то чего они как не русские? Фашисты. Вы сейчас какую страну описали? Ну, в нацистскую Германию, например. Где мы находимся? Что это за место? Мы находимся в месте, которое называется топография террора. Тут были структуры, которые осуществляли репрессии национал-социалистической системы. Это самый центр Берлина. Да, самый центр Берлина. Откуда исходило руководство всем тем, что мы сейчас называем этим страшным насилием, страшными, так сказать, преступлениями национал-социализма. Все это в войну было разбомблено? Да, все было разбомблено. Хорошо, что это не застроено. Хорошо, что вот это вот пространство так и осталось дырой. Это был довольно долгий путь. Он начался для Гитлера в 20-м году, и он начался в Мюнхене. И эта вещь, она не так известна, я бы сказала хорошо. Мгновение первое. Ефрейтору никто не пишет. Вот он, ефрейтор, и сразу как будто возникает, как чертик из бутылки, начинается эта Бавария, и все. А там довольно интересный путь. И мне кажется, что это довольно актуально об этом думать сейчас. Площадь заметно благоустроили. Давно я здесь не был. И обелиск времен Первой мировой отреставрировали. Но удивительно, что тут нет ни слова о Гитлере. Это ведь то самое место. Казармы 2-го баварского пехотного полка, в который по завершении войны ефрейтор Гитлер и вернулся. Здесь все начиналось. Обстановка, когда он вернулся в Мюнхен, тут была взрывоопасная. Только что развалился Германский рейх. Друг с другом сталкивались самые разные политические силы. Независимые социал-демократы, просто социал-демократы, коммунисты, националисты, правые радикалы. Мюнхен бурлил. А Гитлер сидел вот здесь, в этих казармах, со своим полком, к которому он был приписан. И чем он собирался заниматься? Он пребывал в растерянности. Перед войной у него было большое желание, высокая цель – стать художником. С этим он потерпел неудачу. Полную неудачу. И с того времени у нас очень мало сведений. Он как белый лист. Но мы точно можем исходить из того, что Гитлеру в этот момент под 30. Он никто. Ему очень тревожно за свое будущее. Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я уж, если по-честному сказать, даже думал в такси подрабатывать или что-нибудь. Здесь я не вижу логики, потому что формальные аналогии хороши для публицистики, для того, чтобы упаковывать какие-то определенные идеи. Но на уровне профессиональном, когда историки профессиональные начинают так делать, они сразу превращаются в публицистов и перестают быть историками. Мы всегда знаем, что вот это те структуры и это те слои, которые порождают, из которых вылезают вот эти черти из бутылки. Структуры, которые отстранены, которые когда-то играли очень большую роль, а теперь вроде бы как, значит, они в таком, даже, может быть, загоне и давлению под давлением общества. Сегодня ночью в Москве был демонтирован памятник Держинскому. По последним данным, памятник будет пущен в переплавку, а на его месте предложено поставить крест по невинно-убьету. Итак, в Москве стало меньше на один памятник. Армия, которая потерпела такое поражение, как это было в Первой мировой. То, что мы потом называем движением реванша. Весной 1919-го местные левые провозгласили здесь Баварскую Советскую Республику. Но примечательно, ефрейтор Гитлер никак не выражал своего отношения к ней. В отличие от других военных, участвовавших в подавлении советской власти. Верно, он не стал занимать ничью сторону, а просто выжидал тут своей казармы. Он хотел посмотреть, чья возьмет. При этом, правда, Гитлер пользовался доверием своих однополчан. И они избрали его своим доверенным лицом в солдатские советы. И вот его поначалу занесло к коммунистам. Ну, это мало ли кого. Магду Геббельс, например, которая вышла за Геббельса, значит, мне потом замуж, и какой она стала, да. Это было время, когда, как тесто, вот это вот подходившее на дрожжах. Не люблю просто формальных сравнений, но тут они напрашиваются в связи с главой другого государства, который десятилетия спустя будет скорбеть по крушению предшествующей империи. Было крупнейшей геополитической катастрофой века. А до этого снимать в Ленинграде начало 90-х красные флаги с административных зданий. ККЧП в августе, так сказать, Марианская площадь перед Мариинским дворцом в Петербурге, где собралась толпа народу. И Собчак перед ними выступает и рассказывает, что вот, типа, Советский Союз вот-вот развалится, что мы, так сказать, демократическая Россия и все такое прочее. И рядом стоит воодушевленный, так сказать, Путин, который, так сказать, помогает своему патрону, так сказать, делать революцию. И на его лице не было никакого выражения, что в этот момент случается, так сказать, величайшая геополитическая катастрофа. Да, да, это вот такие поиски своего места и нащупывания, нащупывания таких даже, я бы сказала, слабых мест в системе. Вот что такое Ваймарский синдром. Как можно даже использовать ростки этой демократии. Это все-таки была парламентская система, безусловно. Анатолий Собчак выразил также надежду на то, что теперь, когда партийные структуры должны будут отойти от власти, препятствий для сотрудничества не будет. Мгновение второе. Лихие двадцатые. Это вообще очень такое плодотворное время. Это то, что здесь, в Берлине, называется золотыми двадцатыми? Да. Начинается подъем в экономике. Невероятный расцвет науки, искусства, кино. Сложнее всего пришлось старикам и людям непрактичным. Вперед вырвались 20-летние директора банков и гимназисты, следовавшие советам своих чуть более старших товарищей. Они повязывали шикарные оскаруальдовские галстуки, устраивали праздники с девочками и поддерживали своих разорившихся отцов. Тут, в Нюрнберге, например, за пять лет до прихода нацистов к власти, в 28-м отмечали грандиозный юбилей художника Дюрера. Если бы кто-то спросил тогда у этих горожан, верят ли они, что через несколько лет будут жить при Третьем Рейхе, в тоталитарном строе, люди сказали бы нет. У демократии бывали здесь лучшие времена. Однако кризис начала 30-х загнал немцев в очень тяжелое положение. Он делал их бедными, доводил до отчаяния. Безработица, которая длилась годами. Инфляция, о которой у нас в семье вспоминали. Когда вы получали зарплату, но за время, что вы шли домой, деньги успевали обесцениться вдвое. Понятно, что запрос был на то, чтобы пусть будет больше порядка, чем каких-то свобод и демократии. Ну вот партии, вот они борются, вот представительство, но такое ощущение, что парламентаризм раздирает страну, ей не хватает единства. Что вы скажете? Депутат Вишняков, депутат Долгополов. Так, тихо, коллеги, успокойтесь, дорогой. И на этом фоне возникла такая мощная, в начале 20-го века еще, критика парламентаризма. Чем сильнее экономический, политический и общественный кризис, тем больше людей жаждет простых ответов. Тем больше людей хотят передать ответственность за себя какому-нибудь фюреру, который сам сделает за них все. Это не только про Германию. Думаю, многие корни брали свое начало во временах Пруссии и Первой мировой. Это прошлое не было осмысленным. И особенно молодым, каким был тогда мой дед, вбивали в головы, что поражение в войне, Версальский договор, крушение империи, что все это являлось позором. Совершенное внешними и внутренними силами в ноябре 18-го изнасилование всей германской жизни в конечном счете должно было стать невыносимым, а значит, привести к власти новое руководство. Эта обида витала в воздухе всюду, в семьях, в умах. Немцам хотелось сбросить с себя этот позор и снова предстать в каком-нибудь героическом виде. Родина великая была, Россия огромная. Разрушены не только государственные единства Советского Союза. Разрушены... Ты считал, что это социал-демократы и либералы, что они принудили кайзерок отставки, во-первых. Во-вторых, это все они виноваты, они подписали этот позорный мир, они подписали Версаль. Вот они и нанесли таким образом этот самый удар в спину. То есть Советский Союз не развалился сам, его предатели добили? Да. В 1991 году в Беловежской пуще представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. Украина и Крым, Белоруссия и Молдова, это моя страна. Сахарин и Камчин... Просто в качестве допущения, что будет, если мы сейчас с вами выйдем в Берлине на улицу и споем песню «Вена и Эльзас, Лотарингия и Кёнигсберг — это моя страна». Я вас ждем в Советском Союзе, сделан я в СССР. Ну, если заглянуть в историю, Германский Рих действительно проиграл Первую мировую, взвалил на себя вину за нее. Но предпосылок для обид у немцев было гораздо больше. У россиян же, я бы сказал, они возникли сами собой. Хотя потому, что был ведь до этого другой президент. Простите, другой Гинсер. И он рассуждал об Общем доме Европы. Нести бремя ответственности со всеми народами за судьбу нашего общего дома. А затем это один за другим подхватывали другие президенты России. И им были рады на всех европейских площадках. Вот в этом разница между Россией ныне и Германией тогда. За Российскую Федерацию! И теперь, когда идеологический раскол мира преодолен, ее потенциал может быть востребован полностью. Еще есть некоторое сравнение, если мы говорим вот о ваймарском этом синдроме, о 90-х годах. Это не учитывание опасности, которая может исходить от вот таких националистических, праворадикальных, милитаристских кругов. Вы будете спокойно смотреть хорошие русские фильмы. 90% любой информации по нашим телеканалам только о России на хорошем русском языке. И перед вами будут выступать русские дикторы с хорошими, добрыми, голубыми глазами. И вот то, что к ним не относились с серьезностью, тут тоже можно сравнивать. Считали, что Майнкапф, ну какой-то все-таки он псих, ненормальный. Да, мы нетерпимы. И я поставил перед собой цель – вывести из Германии все ее 30 партий. Как сказал президент нашей Родины Толан, мудрый, сильный волевой политик Толан, зачем нам мир без России? Я не скажу, будто это звучит так, как говорил бы сам Гитлер. Нет. Хотя, с другой стороны, от его речей это отнюдь недалеко. Есть такой известный человек, такой по фамилии Годвин. Закон Годвина. Закон о том, что всякий спор в интернете всегда заканчивается обвинением в адресе оппонента «сам ты фашист». На этом спор должен быть закончен. Это часто и много использовали, но вот сейчас, как известно, он же, в марте месяце послушав речь Путина, сказал вдруг… Нет, секундочку. Я что-то очень знакомое слышу в этой речи. И не надо здесь, не надо, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую. Во всем обвиняю нашу страну. Все последние годы, знаете, меня регулярно спрашивали, а в этом случае сравнение допустимо, но я против того, чтобы быть последней инстанцией, и мне не нравится, когда меня спрашивают раз за разом, а применим ли мы тут закон Годвина. Я говорю, послушайте, не закрывайте глаза на тот факт, что фашизм действительно случается, что иногда, знаете ли, и в самом деле возникает ирония. И с нынешним вторжением россиян в Украину, теперь я понимаю, что этого разговора никогда не будет на российском телевидении, ну да ладно. Вообще представить себе такую беседу о России и о фашизме еще пару лет назад с немецким историком, да вообще с немцем, было невообразимо. В лучшем случае в такой связке тут об этом рассуждали, ну, в мае, на возложении цветов красноармейцам, освободителям. Но все меняется, и не в Германии, и не с немцами, так что вот нас ждут здесь, в Мюнхенском институте современной истории. Именно тут все последние годы ведущие специалисты страны исследовали главный труд раннего Гитлера, Майнкампф, предтечу, которая в итоге и вылилась в самую страшную дикатуру в истории человечества. Мгновение третье. Его борьба. Когда Гитлер дописал Майнкампф, ему около 33, он всего несколько лет в политике, в тюрьме города Ландсберг. Гитлер отбывает срок за участие в пивном путче, и вдруг в этой изоляции за решеткой он открывает в себе великого мыслителя. Как так? Да, как Гитлер к этому пришел? Это не самый удобный вопрос для официальной его биографии. У нас нет вообще никаких подтверждений тому, что в молодости Гитлер где-либо выступал с ультраправыми идеями. Вопреки тому, что впоследствии он сочинял в Майнкампф о своем становлении. Право-радикалам он примкнул лишь после полного разгрома Баварской Советской Республики. Вслед за этим разгромом в Баварии поднялась мощнейшая антисемитская волна. И лишь тогда Гитлер попытался влиться в эту струю. Он учуял эту волну и поспешил за ней? Разумеется, не учуять ее было невозможно. Он отсиживался в этих казармах, а потом вылез из них на свет Божий. И вот тогда Гитлер новым властям стал объяснять, да ведь лично я-то всегда был против советской власти. А вот этот рядовой, вот он-то был за советы. Это было первой его послевоенной работой. Он доносил на своих однополчан, тех из них, кто якобы сочувствовал Советской Республике. Эта служба была очень интересной, и, вы знаете, но, скажем, вернуться не хотел, потому что эта страница в моей личной жизни, она перевернута, прежняя работа мне очень много дала. Тогда впервые о нем узнало его же военное начальство. Там был такой капитан Карл Майер, возглавлявший отдел разведки и пропаганды Рейхсвера в Мюнхене. И на Гитлера обратили внимание. Ага. Какой хороший осведомитель. Какой хороший осведомитель. Полезный парень. Так Гитлер попал на курсы пропагандистов. За несколько недель в экспресс-режиме он прошел идеологическое обучение. И вдруг он там заметил, что способен убеждать людей. В документах гитлеровского полка сохранилась чья-то запись о нем. Вот это у него глотка. Ну, в смысле, далеко пойдет. И по моей команде на счет три. Раз, два, три. Ура! Пусть нас угнетают, пусть нас по мне так хоть убивают, но мы не капитулируем. Победа будет за нами. Спасибо. Удачи. И это, вероятно, удивляет его самого. По характеру он был скорее сдержанным человеком, а не экстравертом. Я был все время военным чиновником. Теперь стал гражданским чиновником. Я думаю, что здесь ничего плохого нет. И что очень быстро с самого начала проявилось у Гитлера, так это жгучая ненависть к евреям. И в этом отношении он был постоянен. С той поры и до последнего дня жизни Гитлера ничего уже не менялось. Он подводит под это псевдонаучное объяснение. Пишет, что существует железная якобы аксиома, что таковы законы биологии. Согласно им, в природе подобное тянется к подобному. Синичка к синичке, зяблик к зяблику, аист к аисту, а мышки к мышкам. Это начало самой известной, вернее, печально известной главы «Майн кампф», в которой Гитлер договаривается до того, что так и немец навсегда остается немцем, а еврей – евреем. Арийцы велики не своими духовными качествами как таковыми, но только своей готовностью отдать эти способности на благо Отечества. Инстинкт самосохранения принял у арийцев самую благородную форму. Ибо ариец подчиняет собственное «я» жизни общества. А когда пробьет час, ариец охотно приносит себя в жертву общим интересам. Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Все-таки вот эти старые идеологии, и межвоенные, и фашизм, и коммунизм, они имели очень мощный посыл, потому что они предполагали создание нового человека. Да, может быть, если бы на месте Путина был бы просто другой человек, другой автократ, у которого больший интерес к идеологии, чем у него, возможно, эта идеология оформилась бы быстрее. Дело в том, что здесь как бы нет никаких ни идей нового человека, ни идей преображения мира. Здесь в основе лежит такой ранний постсоветский или позднесоветский, 80-х, 90-х годов, такая антропология, которая покоится на том, что человек, вообще говоря, это дерьмо. Что такое серьезное? Не верят, как-то. В общем-то говоря, люди все продажут, все продажут. Вопрос только стоимости. И вот вся философия Путина и путинизма покоится на том, что либо надо купить человека, либо просто игнорировать. Документ, с которым вы наверняка более чем знакомы. Да, это 25 пунктов, их первая программа. Вы не могли бы посмотреть на эту программу НСДАП свежим взглядом и сказать, насколько такие политические обещания, на ваш взгляд, вообразимы сегодня. Ну вы спросите. Конечно, тут хватает общих мест, которые по сей день произносят политики. Вот, например, щедрое повышение пенсии. Или, скажем, вопросы социальной поддержки. И, в общем, социальной справедливости, борьбы с капиталистами. Они, правда, говорят об этом с ультраправых позиций. Сокрушим вместе процентное рабство. Имея в виду, конечно, евреев. Продать сегодня такие идеи в Европе вряд ли бы удалось. Но в других тонах мы слышим это от разных партий и ныне. Мгновение четвертое. Выборы, выборы. У меня хватило энергии и упорства за 10 лет превратить тысячу первых наших сторонников в 14 миллионов избирателей. И я превращу эти 14 миллионов в 20 и в 30 миллионов избирателей. Интересно, что до последнего времени проходили ведь выборы. Нацисты получали 30 процентов. Коммунисты что-то тоже около того. Если не больше. Но очень скоро многие из тех, кто голосовал за коммунистов, стали поддерживать нацистов. Что печально. И многие женщины, лишь в 29-м, получившие избирательное право, голосовали за нацистов. Они верили байкам про безопасность, стабильность во всю эту лапшу, которую им вешали на уши. Слушаю вас. Добрый день. Это вы? Я. Добрый день, да. Это правда вы? Правда. Раньше тоже были вы, да? И я был раньше. Ой, господи, спасибо вам большое. За все огромное спасибо. Я правильно понимаю, что к январю 33-го года никакой абсолютной поддержки у Гитлера, у НСДП на самом деле еще не было. А власть они и взяли. Ну да, это, как всегда бывает, так и не так. В 32-м году выборы прошли довольно-таки все равно успешно. Хотя 2 миллиона... Для НСДП. Для НСДП. 2 миллиона голосов были все-таки потеряны. А тут сложилась еще такая цепь действительно некоторых случайностей. Значит, у власти оказался Гинденбург. Дряхлый, не молодой. Ну, он был не только дряхлый, не молодой, но... Кроме того, его со страшной силой обрабатывали как национал-социалисты, так и те, кто их поддерживал. И мы знаем, кто их поддерживал из немецкой промышленности и так далее. Обрабатывали что бы? Обрабатывали, чтобы власть была передана в руки, значит, сильному человеку. Я подписал указ о возложении обязанностей президента России и на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. В течение трех месяцев он будет главой государства. Рейхс президента Гинденбурга окружала целая клика, которая и сыграла решающую роль. Особенно один из ближайших его фаворитов – Франц фон Паттен. Они искренне верили, будто это массовое движение НСДАП во главе с Гитлером можно будет использовать для того, чтобы навести порядок в парламенте, чтобы оформлено все было как бы в рамках Конституции, но при этом, чтобы за счет националистов в парламенте возникло абсолютное большинство. Большинство, готовые выполнять нужные цели. Ситуацией управляют Абрамович, Березовский, Дьяченко, Волошин и другие. Поэтому от Путина не стоит ждать многого. С каждым днем иллюзии в отношении Путина у всех думающих людей в стране развеиваются, заявил Б. Немцов, передает Интерфакс. И да, я видел это сообщение. И меня действительно расстраивает в данном случае только одно, что Боря Немцов оказывается необучаем. Все эти люди при этом в корне, конечно, недооценили Гитлера. Если бы они внимательнее читали, что он вот тут до этого писал, если бы они серьезнее относились к тому, что он говорил, этот фатальный просчет можно было бы предвидеть. Но ведь даже многим консервативным политикам казалось вначале, что Гитлер – это все-таки перебор. И глядя на него, они испытывали в лучшем случае брезгливость или неловкость. Все так. Но с другой стороны, они связывали с ним надежды. Вот закончится вся эта демократия. И из новых порядков им удастся извлечь свою выгоду. А во-вторых, это был конкретный скандал, связанный с той поддержкой и теми вливаниями, которые шли в Восточную Пруссию. Она была сельскохозяйственная, значит, там нуждались в поддержке. Там была целая программа вливаний. И эта программа сопровождалась разного рода скандалами. Это коснулось непосредственно Гинденбурга и его семьи, потому что ему принадлежало довольно большое, там семье принадлежало довольно большое поместье. И выяснилось, что туда пошли часть вот этих вот каких-то, так сказать, денег, но обходным путем. И, кстати, это доказывает то, что после того, как Гинденбург передал Гитлеру власть, с этим поместьем стало все в порядке. То есть это отчасти были внутренние договоренности. Мы не будем вас преследовать, вы тихо отдадите нам власть. Да, во всяком случае, это был один из камешков давления и шантажа. Он, конечно, притворялся очень сильно. Он очень хотел поправиться. Да, было ощущение такое, что он будет послушной фигурой. И есть такие цитаты из людей, которые его тогда поддержали. Он будет, что он такой, вообще-то, с одной стороны, как бы свой парень, а с другой стороны, вот он будет, так сказать, слушаться. Он никто, он выскочка. Вот сейчас закройте глаза буквально секунду, расслабьтесь. И очень по-доброму вот на меня посмотрите. Ну, сколько это возможно. На плакатах и карикатурах мы видели Гитлера в военной рубашке с плечевыми ремнями и на рукавной повязкой со свастикой. Волосы спадали на лоб. Однако сюда он явился в хорошо сшитом синем костюме и выглядел на удивление респектабельным и скромным. Впоследствии мне стало ясно, что он обладал великим даром приспосабливаться осознанно или интуитивно к разному окружению. 30 января в Германии был брошен с жребий. И теперь я уже не думаю, чтобы мои противники, которые смеялись тогда, смеются сегодня. Кортеж, который сопровождают мотоциклисты. Доржественно проносят экземпляр Конституции, на которой Владимир Путин будет высекать. Клянусь, охранять права и свободы. А больше выборов уже не было. То есть следующие выборы состоялись лишь после того, как в январе Гитлер стал рейхсканцлером. Это было в марте 33-го. Но на них всем уже заправлял аппарат пропаганды, аресты неугодных, запреты оппозиционных партий. Хотя даже при этом и на таких выборах в марте 33-го НСДАП не смогла получить абсолютного большинства голосов. Кого бы не избрали спикером, человеком номер один на охотном ряду остается Владислав Сурков. Замглавы Кремлевской администрации по партработе знает, где идет настоящая полемика. Они начинают действовать очень-очень быстро. Что это? Это так называемое предписание для защиты народа и государства в связи с поджогом Рейхстага от 28 февраля 33-го года. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортинах замочим, в конце концов. Отменяются свободы слова и собраний, самостоятельность регионов. На которой пеняется кривая кремлевская вертикаль. Ни в формировании правительства, ни в принятии законов уже Рейхстаг никакой роли не играл. Все. Голосование подтвердило главную идею, что Владимир Путин является национальным лидером. Государство присвоило себе право вмешиваться в любую сферу жизни граждан, если это служит защите этого государства. Нам нужна твердая президентская власть. Поправьте, но ведь по сей день никто не доказал, что за поджогом Рейхстага стояли нацисты. Тем не менее, этот поджог послужил им важную службу. Да, да. Никто не снимал скрытой камерой. Физически не были пойманы люди, которые там, значит, это поджигали. Имеются сведения, что ими были чеченцы. А за указом, вышедшим в феврале после поджога Рейхстага, уже в марте следует закон о чрезвычайных полномочиях для правительства. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий прямые выборы губернаторов. Ну вот, кстати, вы видите, тут Фельдка Шебеобахтер, да, Рейхстаг передает Адольфу Гитлеру всю власть. Вместе все это становится, по сути, заменой Конституции. Формально она продолжала действовать, но фактически Гитлер мог править уже безраздельно, опираясь на эти два документа. Вы с нами навсегда? Если вы захотите. Заходит всего лишь несколько месяцев. Нет, несколько месяцев. И возникает в июле 1933-го еще один закон о запрете формирования партии. Да, но партия. Это фактически фиксирование того, что уже происходит в однопартийной системе. И это должны знать все. И те, кто в этом зале с именем Путина пришел, став депутатом, и те, кто оппонирует. Партия – это Гитлер. Гитлер – это Германия. А Германия – это Гитлер. И если бы не Путин, не было бы сегодняшней России. Ведь есть знаменитые кадры из берлинского парка Лустгартен в 1932-м, где тысячи людей протестовали против нацистов. А через несколько месяцев их словно след простыл. Их же нельзя было разом всех расстрелять. Куда эти люди делись? Да, еще в 1932-м принимались разные попытки остановить этот каток. Но террор, начавшийся после прихода Гитлера к власти, привел к тому, что все эти силы ушли. Исчезли. Их лидеры уехали за границу, а народ испугался и замолчал. Понимаете, люди хотели жить дальше обычной жизнью. Это ползучий процесс. Он тянется долгие-долгие годы. Годы, за которые политически успевает измениться все. Потихоньку меняются партии, лозунги. И вот уже общество готово воспринимать те вещи, которые ранее были бы немыслимы. Вы начинаете мыслить и действовать монолитно. Один из философов, которыми я больше всего восхищаюсь, это Карл Поппер. Он был австрийским евреем. Ему удалось сбежать от нацистов перед войной и заняться философией в эмиграции. Поппер пришел к выводу о том, что вы создаете правительство, не исходя из предположения, будто ваши политики – благородные люди. И даже не из-за иллюзий, будто демократия всегда ведет к лучшим решениям. Нет. То, что вы делаете, так это создаете такие институты власти, которые должны удержаться, даже если во власть будут избраны худшие люди. Президентский полк в честь вступления в должность президента Российской Федерации построит. Это так называемый «День Потсдама» или «День национального обновления». Это было большое пропагандистское шоу, приуроченное к первому заседанию новоизбранного Рейхстага в марте 33-го. Торжества проходили в гарнизонной церкви в Потсдаме. В этот день в ней был приведен к присяге рейхсканцлер Гитлер. Эта церковь для немецких нацистов, националистов играла роль важного государственного символа. В ней же был похоронен Фридрих Великий, другие прусские правители. И получалось очень символично, так как в ней же прусские элиты открывали в тот день новую эпоху – эпоху Адольфа Гитлера. Мы показываем тут эту хронику, ибо уже в тот же день здесь, в Ураньенбурге, был открыт первый временный концлагерь. Мгновение пятое. Где посадки? При национал-социалистах совершались все же уникальные в мировой истории преступления. Возьмем Холокост. Это ни с чем не сравнимо. Не в смысле массового уничтожения людей. На счету у Мао Цзэдуна, вероятно, больше смертей. Да и насчет Сталина я не уверен, было ли при нем убито меньше народу. Но вот то, что у Гитлера все это функционировало как промышленная цепочка, продуманная от поступления на конвейер и до готового продукта, это непостижимый уровень ада. Как в концлагеря шли по расписанию поезда? Как жертвы должны были платить за свое отопирование туда? Как на евреях, прежде чем их уничтожить, зарабатывали до последней кости? Как людские останки, золотые коронки. Все превращалось в сырье. Вот это ни с чем не сопоставимо. Бараки-то наши. А все очень узнаваемое. Особенно вот это. Здесь ничего не изменилось. Ну, у нас только красочка, конечно. А здесь тоже ничего не изменилось. Только не деревянные, а металлические. И не в три яруса, а в два. Второй ярус называется жить на пальме. Это была местная ячейка СА отсюда же, из города Ураненбурга, которая и открыла первый стихийный лагерь в центре города, в здании бывшей пивоварни. Вначале за решетку попадали не евреи, а политические оппоненты нацистов, члены Компартии, которые до захвата Гитлером власти могли знать этих штурмовиков СА лично. Масштабы коррупции в России – это 10-12% ВВП. Я возвращаю вам вашу шайбу. А мне вот интересно, как это возникает, потому что центр города... Ну, вот именно, да. ...и люди тихо живут своей жизнью, и на месте некой пивоварни возникает тюрьма. При этом обычно это градообразующий фактор. Раньше все работали в пивной, она закрылась, а теперь все хотят работать в тюрьме. Ну, городская администрация горячо поддержала открытие лагеря, и местные предприниматели лишь выигрывали. Кто-то ведь должен был поставлять заключенным товары первой необходимости. А городские власти помогли подразделениям СА оснастить этот первый лагерь мебелью. Кроме того, бывшую пивоварню для начала нужно было перестроить в тюрьму. Пускай руками самих заключенных, но и на эту стройку нужны были деньги. И вот город давал на нее суды, а возвращались они уже через труд самих заключенных. Их отправляли на принудительные работы, сооружать в городе дороги, осушать болото. Здесь есть и традиционное швейное производство, работающее по полному циклу. Можно посмотреть, как разливают знаменитый лимонад «Двоечка». В первой и третьей колониях Якутии заключенные производят мусорные контейнеры уже второй год. А накануне полным составом учились друг у друга строить взаимоотношения с местной властью и бизнесом. Это первые, собственно, узники, да? В 1933 году, когда создается довольно быстро один из первых лагерей – Дахау, потом Заксенхаузен второй, Бухенвальд уже возникает позже, фактически в 1937 году. И поначалу это такой, ну как сказали бы сегодня, террор-лайт. Да, он все равно казался совершенно фантастическим в смысле террора, потому что все-таки оставались остатки демократии. И вот эти первые представители этих остатков демократии, они вот Дахау, представители, они, в общем, имели шанс оттуда через несколько месяцев выйти, да? Да, они были недолго там. И надо вам сказать, что когда ты читаешь, это абсолютно не в оправдании этого режима. Он был вариант тоталитарного режима, абсолютно страшный, чудовищный, бесчеловечный. Но Гитлер был популистом. Вот тут обеспечивание поддержки населения. Не гражданская война и не массовый террор по отношению к собственному населению. Да, конечно, очень быстро евреи, которые, так сказать, теряют, но их не помещают в массовых лагерях. Но не свои, не ареи. Сравните, значит, в нас пишут в это время статьи про страшный нацистский террор, а в это время во всех лагерях, там, в 1935 году сидит 4000 человек. А в 1937 году 12 тысяч. Сравните, значит, с нашими... Чтобы себя под статью не подводить, даже не будем сравнивать. На раннем этапе доступ к контролю за лагерем все же есть у юстиции, поэтому уровень смертности сравнительно низкий. И уж если доходят до убийств, то зачастую их маскируют под самоубийство. Государственная комиссия подтвердила, Магницкий умер, так как в тюрьме ему не предоставили необходимую медицинскую помощь. Вот, скажем, гибель писателя-анархиста Эриха Мюзома. Его здесь же, прямо в Ураненбурге, убили штурмовики СА. После того, как Мюзому выбили зубы ударами мушкета, после штамповки свастикой на его скальпе раскаленной маркой, после пыток, заставивших его лечь в больницу, даже теперь фашистские гиены из концлагеря продолжают свои зверские издевательства. Собиение осужденных, непосредственные пытки. Связали мне руки на шконке и начали ко мной гумиться. Включили специально громко музыку, чтобы ничего не было слышно. И засунули мне в задний проход по руку. Вещи абсолютно недопустимые. И, ну, что там, комментируют. Что поделать? Как и всяким революционным переменам, где бы то ни было, таким историческим событиям сопутствуют прискорбные побочные явления. Да, но я просто сейчас узнаю все. У нас здесь все по-прежнему. Только вот у нас есть еще один ряд за забором. Все то же самое. У вас плохо, между прочим, грабликами прошлись. Вот здесь по грабе у нас граблями проходит каждые 10 минут. И сзади еще забор. То есть я понимаю, как это устроено. Чуть другие вышки, а вот это все так же. Радио Берлина. В эти ранние часы, 5 апреля, мы ведем наш репортаж из столичного района с самою дурною славой. Проходит несколько минут, нет, даже секунд, и весь большой комплекс оцеплен. Много ли людей, помимо ОМОНов, на кого они поддерживают? Брали подвое подруги и тащили в автобус. На улице по-прежнему много ОМОНов? А на улицах здесь очень много ОМОНов. Здесь ОМОН просто везде. Все эти материалы, сеявшие ненависть. Но стражи порядка уже несутся по лестнице. Внимание, полиция! Откройте! И вот уже вскоре, через несколько минут после рейда, первые политические заключенные. У нас на прямой связи по телефону Илья Яшин, который был сегодня задержан на часах Рудаклия. Алло, дорогой. Расскажи, где ты сейчас находишься? Что происходит? У вас есть Северная Измайлова, со мной человек 20, в том числе Алексей Навальный. Большинство депутатов, впрочем, остались в Германии и после 1933 года. А что они здесь сделали? Пытались выжить, часто подвергались преследованию. Но еще чаще просто жили своей тихой жизнью. Их оставляли в покое. То есть так было можно? Так было можно. Даже над ведущими политиками из числа социал-демократов, например, над Зеверином, остававшимися в стране, Гитлер не собирался расправляться. Он с гордостью рассказывал, как государство им выплачивает пенсию. Сколько лет вы еще собираетесь Чубайса терпеть во власти? Ну и традиционный вопрос для огромного количества россиян. Когда его посадят наконец-то за решетку? Как долго терпеть его во власти? Его нет во власти? Выходит, до тех пор, пока вы молчали, вы спокойно могли в стране жить? Да, у большинства людей так и было. У меня есть пара вопросов, связанных с юстицией. Они все связаны с именем судьи Конорда Моргена, который расследовал коррупцию в холст-лагерях. И, собственно, посадил Карла Коха. Была ли здесь коррупция? Потому что в России коррупция везде в лагерях. Само собой, за вами вот находился малый лагерь. В самом конце его стоял огромный барак. Заключенные называли его заводом Лореца. Ганс Лорец был комендантом концлагеря. И в этом бараке постоянно выпускались вещи лично для него. А в Австрии заключенные построили ему роскошную виллу. Против тех, кто перегибал палку с коррупцией, как, например, против Карла Коха, о котором вы вспомнили, Гиммлер устраивал показательные процессы. Сейчас снимают все федеральные каналы. Можно сказать свою позицию буквально два слова? Но в целом коррупция продолжала быть неотъемлемой частью лагерной системы. И у меня сразу второй вопрос. Этот судья, Кодрад Морган, давал показания на Нью-Рубернском процессе. Он посещал лагеря. Он был продивый судья. И он рассказывал, что он видел прекрасные условия. Замечательные пейзажи вокруг, библиотеки, на иностранных языках, толстых заключенных и специальный публичный дом. Здесь тоже выстраивали потемкинские деревни для юстиции. Заксенхаузен был как раз тем местом, где такие официальные визиты происходили очень часто. Будь то высокопоставленные гости из НСДАП, из правительства или иностранные делегации. С инспекции по колониям отправились Мария Бутина и Кирилл Вышинский. Для подобных экскурсий существовал проложенный заранее маршрут, на котором шаг за шагом посетителям показывали дисциплину, радость труда и суровый режим, благодаря которым заключенные успешно перевоспитывались. Здравствуйте! Вечерние лекции на научные и искусствоведческие темы здесь пользуются постоянной популярностью. Воспитание через творчество, стихи, проза, классическая музыка. Сейчас здесь проходит встреча клуба любителей книг. Ни в какое сравнение с американскими условиями это не идет. В Америке намного действительно хуже условия. То есть поработал. Ну хорошо, здесь умывалка для всех. Да, действительно, места мало. Но вот отдельно ножки мыть. Соратники, свод законов Рейха стоит на страже вашей жизни и безопасности. В национал-социалистическом государстве порядка, свободы и справедливости. Пожалуй, что как раз для нас поколение детей нацистских преступников – это вещи, которые являются недопустимыми. Как можно взвесить на одних весах те преступления и эти? Один из моих двоюродных братьев, тоже Геринг, как-то признался мне. После всего этого я просто старался хотя бы жить нормальной жизнью. А что еще оставалось? Я к тому, что преступления нацистов не перевесить ничем. Может быть, 1921 век сталкивались совсем с чем-то другим, потому что уже не с фашизмом, а мы столкнулись с каким-то постмодернистскими вещами, с которыми довольно трудно полемизировать, потому что в них и то, и это, и это есть, и так повернется, как в калейдоскопе, и сяк повернется. Ты не имеешь дела со стройной идеологической системой, хотя мы знаем, что она становится в каких-то элементах все более стройной, стройной, стройной. Мгновение шестое. Единая Германия. Все мы прекрасно помним, что земля Крыма и Севастопра обильно полета кровью наших дедов и прадедов, которые спасли мир от страшного врага, фашизма. Эти отсылки к национальной крови и земле считываются как нечто весьма узнаваемое. На карте мира еще не было многих стран, в том числе и США. Но уже тогда России завидовали, пытались захватить, распределить и уничтожить. Мне, признаюсь, все труднее спорить с вами. Почему мы другие? Другие, чем кто? Потому что у нас всего много. Земли, неба, воздуха, воды. Так вот почему против нас ополчился весь мир. Надо признать, что все это нам знакомо по истории национал-социализма. Но наши враги никогда не поняли и сейчас не понимают, да и не поймут никогда, что главная наша ценность – это наша вера и наш великий, могучий, справедливый и добрый народ. Ну что ж, он говорит о себе, как о представителе избранного народа. У нас тогда было так же. И толпа ликует. Эти массы похожи на тогдашние сцены в Берлинском дворце спорта. Или здесь. Год из года мы повторяем здесь старую клятву взаимной верности, товарищества. Мы проявляем общую поддержку нашему великому движению. А значит, и нашему вечному немецкому народу. Официально ведь это называлось площадкой для партийных съездов НСДАП. Во времена, когда в стране всего одна партия. Что имелось в виду под словом «съезд»? Съезды были главной составляющей их мероприятий. Но ни дебатов, ни голосований тут не было. Нацистская партия — это не партия для дискуссий. Что же там делали? Там провозглашали. Провозглашали с цели, подлежащие выполнению. Провозглашалось то, что уже выполнено. А задачей делегатов было восторгаться партийным руководством. Ваши представители есть везде. Во всех органах власти. И это порядочные, профессиональные люди, патриоты России. Глядя на вас, я едва могу говорить. Сердце захватывает от чувства радости при виде всех вас. Вы даже не представляете себе, как любит вас народ Германии. Вон там посередине, наверху, выступал Адольф Гитлер. А вся толпа, заполнявшая это огромное поле, была сгруппирована вокруг него и под ним. То есть это была такая модель народного единства, которая четко показывала, что есть те, кто наверху, и те, кто внизу. Там, где мы сейчас с вами стоим, находилось 200 тысяч участников. А вон на тех трибунах, вокруг, помещалось еще несколько сотен тысяч жрителей. Над ними выселась гитлеровская трибуна, а над трибуной – большая золотая свастика. Жители по всему городу, неважно, на центральных ли улицах, где маршировали люди в униформе, или на центральной площади, она у нас называлась тогда площадью Гитлера. Всюду, я бы сказал, народ находился в состоянии безумия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самого меня я был ребенком. Ничего особо не удивляло, но вот огромное количество людей в военной форме... Эти съезды проходили в несколько дней. И вот в один день город заполнялся людьми в сером, в другой день – в синем, потом – в светло-коричневом, в темно-коричневом. Так продолжалось каждый раз восемь дней к ряду. Своей вот этой театральностью, вот этим давлением, они действительно создают ощущение единства. Качанье – тоже своего рода единство. Покачался и стало легче на душе. И уже очень трудно людям этому противостоять. Ведь люди – только люди. Есть такое ощущение, что все вокруг поддерживают то, что происходит. Очень трудно оставаться в одиночестве. Вдоль всей территории были впервые тогда установлены динамики. Хотя сохранилось множество частных воспоминаний, в которых люди признавались. Мы не особо понимали, что нам там говорил Гитлер. Однако речь ведь шла не об отдельных словах, а об испытанных эмоциях. И тут их люди получали вдоволь. Не сравнивайте. Там это делалось реально профессионально. Здесь это все российский бардак. Тут отсутствует единая партия тоталитарная. Нет, в России нет НСДАП. Но в России нет и много партийности подданных. Назвать Россию какой-то партии типа НСДАП очень сложно. Но вы сами понимаете, что это пародия на партию. Вот Татьяна и Надежда. Это вот такой талон дают людям, которые принимают участие в таких мероприятиях за деньги. Мы на одному! Амбасфера. Мне очень нравится. Очень нравится. Ну, сама по себе вот игра. Ситуация, которая здесь сложена. Да, мне нравится. У нас в России на такие шоу сегодня принудительно сгоняют бюджетников. А тут как? Добровольно все было? И так, и так. Кого-то, конечно, командировали из отдельных ведомств. Любой, кто играл какую-то роль в государстве, а государство становилось повсеместным, мог получить разнарядку на поездку сюда. Но были и люди, которые сами покупали билет, чтобы это увидеть своими глазами. Позднее вечером я отправился в винный погребок с таксистом, который возил меня целый день и имел с собой немного шнапса. Он оказался коммунистом, резко настроенным против фашистов, и предсказывал их скорый крах. Для меня было облегчением встретить здесь хоть одного немца, выступающего против фашистского режима. Он сказал, что здесь таких много. Но говоря по правде, я сомневаюсь. В Германском рейхе был все же мощнейший уровень одобрения власти. Неравнодушное молчание, а очень активная поддержка. Я давно не был в России, но я знаком с российским обществом. И мне всегда казалось, что это разделение между личной жизненадачей и участием в политике у вас намного, намного сильнее. Вы ведь жили по принципу, пусть политики делают, что хотят. Я в это не суюсь. Ну ладно, если меня потащат на митинг и заплатят еще, значит, надо сходить. И может даже я ему подпою. А если флажок дадут, то и помашу им. Но потом-то я вернусь домой и разведу руками. Что ж, значит, так сложилось. В этом смысле слова непростая история, потому что движения нет. И это важное отличие от классического фашизма. Почему вы так рано уходите, еще только начало? Ну, мы еще не уходим, мы просто идем. Тут многие замечают, что мы живем в новую эпоху, когда вообще, возможно, таких движений быть не может. Вместо них медиакратия. То есть как бы изменилась роль медиа и публичного поля. И многие справедливо говорят, что, понимаете, и не требуется сегодня, вот в силу развития виртуального мира, социальных сетей, да. Партии НСДАП. Да, да, да. В то старое время требовался билет, и активные собрания, и, так сказать, крики, да, ура, одобрения на площадях, на улицах. Но это было в эпоху, когда только радио, так сказать, становилось на ноги, да. А мы живем в эпоху, когда, значит, можно мобилизовывать, ситуативно мобилизовывать с помощью современных мощных действительно средств коммуникации. Что и происходит. Но поразительно, как похожи эти марширующие колонны. И вот это использование света, знамен. На съездах НСДАП задействовались те же приемы. Это выглядит чуть более непринужденным, не таким строгим и милитаристским. Но в остальном то же самое. Этот эффект, одновременно торжественный и прекрасный, был подобен нахождению внутри ледяного собора. И зрелище этих красных, желтых людских рек, струившихся под куполом голубого света в полной тишине, было невероятно живописным. Перед войной я провел 6 лет в Петербурге, застав в нем лучшую эпоху для русского балета. Но никогда прежде я не видел балета такого, который мог бы сравниться с этим по грандиозности. Немец, у которого сильно развит стадный инстинкт, совершенно счастлив, когда он носит мундир, марширует и поет хором. Творцы нацистской революции бесспорно знали, что делают, апеллируя к этим инстинктам немецкой природы. Вот тут есть фотографии, которые очень часто показывают. Это Август Ландмессер, да? Да. Во-первых, неизвестно, точно ли звали так этого человека. Эта история скорее, и эта фотография скорее символическая. Здесь рабочие на верфи Блом и Восс. Там исполняется национальный гимн и знаменитая песня Хорста Весселя. И это все было по случаю вот этой знаменитой речи Адольфа Гитлера, когда он обращался к рабочим до верфей и спуском знаменитого большого корабля военного, который назывался Хорст Весселя. Эту фотографию показывают и цитируют как бы часто, чтобы показать, что все-таки был один, который руки не поднял. Как вы объясняете, остальными двигал скорее страх или просто лояльность, покорность? Ну, во-первых, это рабочие верфи. Вот эта вот работа, сделанный корабль, это все-таки все, безусловно, людей, конечно, вдохновляет. Зарплаты, которые, значит, пошли, и все, безусловно. Тут есть, это как раз 36-й год, это время поддержки довольно-таки большой, народной. Но... Пришла стабильность? Да, пришла стабильность. Пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. В трудные времена, Владимир Владимирович, вы приезжали к нам на предприятие и помогли нам. Спасибо вам за это. И мы очень дорожим этой стабильностью. Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас, как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Подъезжайте. По поводу событий на площадях. Подъезжайте. Мгновение седьмое. Стабильное. После пяти лет без работы отец был в полной безысходности. И вот он освоил новое ремесло. Он пошел в авиастроение. Но не в гражданское, конечно, а в военное. Германия заново вооружалась. И они строили военные самолеты. Берлин. Берлин, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Буэнос-Айрес. Еще вчера сенсация. Теперь по расписаниям. Транс-Аэро, Транс-Аэро, взлетают в небо. О, Петрович! Сосед! Привет! Всей семьей летите. А недорого? Уже недорого. Насколько этот выросший уровень жизни влиял на поддержку немцами режима? Да-да, это сыграло свою роль. Сложно измерить, в какой степени. Но национал-социалистам удалось утихомирить рабочих заводов и фабрик, которые прежде поддерживали социал-демократов или коммунистов. С 35-го года мы стали каждый год ездить в отпуск. В 35-м на Балтийское море, в 36-м на Северное, в 37-м в Шварцвальд. Было заметно, что у папы появился стабильный доход. Мой отец ненавидел этот режим и в этом смысле не отличался от семьи мамы. Но вот родители отца, его братья и сестры были убежденными нацистами. Я неохотно вспоминаю о том, как по воскресеньям мы шли к ним в гости. Это было неизбежно. Разговор заходил о политике. Начинались жаркие, громкие споры. У них был набор типичных доводов. А вот Гитлер ликвидировал безработицу. Или «А Гитлер построил автобаны». Народ не существует ради экономики. И экономика не существует ради капитала. Это капитал служит экономике и народу. Любопытно, что в Третьем Рейхе был целый ряд госпрограмм по созданию рабочих мест. Но задуманы они были и ждали своего часа на полках Минэкономики до 1933 года. Гитлеру оставалось лишь извлечь их оттуда. И вот не успевает он прийти к власти, как начинается сооружение дорог, государственные стройки. То есть себе в заслугу он присвоил плоды чужих идей. Да, Гитлеру повезло еще и с тем, что Германия к 1932-му выкупила свои обязательства по репарациям. Когда через полгода он окажется у власти, все это, как подарок с неба, упадет ему на колени. После открытия автомобильной выставки фюрер в рамках трехчасовой экскурсии познакомился с некоторыми моделями. В павильоне номер один – Daimler-Benz. А это – новый трех с половиной литровый BMW. За 10 лет цена у них подросла. Может быть и хорошо обманать властью, основанной на диктатуре. Но гораздо лучше завоевывать и не терять сердца людей. Кому-то может не нравиться система господина Гитлера, однако те же самые люди будут восхищаться его патриотическими достижениями. Если бы наша страна потерпела поражение, надеюсь, мы смогли бы найти такого же неукротимого защитника, который сумел бы вернуть нам мужество. Снова помог занять достойное место среди других народов. Мы же помним, как тот же Черчилль и другие западные политики самым благостным образом отзывались и о том же Муссолини. Вот этот режим, он может оставаться на такой умеренной стадии? Или террор, захватнические войны – все это неизбежно? Может, в том-то и дело. История показала, что имелись корпоративные режимы, которые не были агрессивны. То есть они не затевали внешних войн. Но поскольку нацизм дошел до совершенно крайней точки, то, конечно, дальше вышло следующее. Независимо от того, как жили немецкие домохозяйства и какая была их мотивация, в результате то мышление, которое они принимали вместе с значительной частью немцев, энергично зараженных нацизмом, в результате они соглашались с тем, что евреи являются источником бед, по-моему, просто говоря. И это касалось не только евреев, как известно. Вы хотите сказать, что мы пока просто не знаем, до каких стадий дойдет российский режим? Да, совершенно точно. Все-таки фундаментально то, что путинизм, во всяком случае, 15 лет, до 2014 года, он существовал с риторикой стабильности. Редактор субтитров А.Семкин